Доброе утро! У нас сегодня суббота. Я вам вчера показывала, что у нас снег идет, и он все еще идет, и идет, и идет. У нас настоящая зима. Вон сколько снега навалило. И смотрите, что ветром занесло вот сюда, хотя у нас тут под крышей такой ветер сильно был, что вот на террасу замело. Все замело. Кошмарище. И дальше идет. Вот настоящая зима. У нас сейчас время сколько? Сколько там слов? 8. 8.02. Себя пока показывать не буду, я еще в ночнушке стою. Ну, 8.02, а я вот как нас, вот закон, я не знаю, мне слов не хватает. Проснулась я ровно в 5.30, так как я встаю на неделе детей в школу отправлять в 5.30, меня всегда будильник звенит. И ровно в 5.30 у меня глаза клон, открылись, и все. И больше я не могла уснуть, вот до 8 часов и валялась. Слава опять уснула, а я валялась и валялась и валялась. Вон тут все было. Сейчас будем завтракать. И будем сегодня ничего не делать, будем просто отдыхать. Да, Слава? В ресторан опять пойдем, да. Надо пользоваться моментом. Ну, мы с детьми ходим, но когда вдвоем, тоже как-то романтичнее в ресторан сходить. Так что, сейчас позавтракаем. А надо еще немножко закупиться. У нас хлеба нету, молока нету. Молока нету, как мы будем завтракать? Сейчас посмотрим, что моя машина. Я ее вчера так и не загнала в гараж. Посмотрим, что сейчас, наверное... Вот вся замела, всю машину замела. Надо будет отгребать, двор чистить. Этот мусорный контейнер завести. Кошмар! Надо в магазин ехать. И минус 5 градусов на улице. Я надеюсь, дороги посыпали, чтобы не было скользко. Вчера авария на аварии случилась. Слава приходит домой, тоже чуть попозже пришел. И говорит, ужасная авария была. Говорит, опять тоже. Вот то, что дети рассказывали. И также, говорит, три пожарные машины стояли там. И скорая помощь стояла. Короче, ему пришлось тоже объезжать. Поэтому он попозже приехал. Хорошо, я уже спала. А то я переживать стала. Ну, он меня разбудил потом. Кошмар. Он, видите, идет, идет, идет снег. Все, мы будем сейчас завтракать. Потом поедем, закупимся. В обед, в ресторан сходим. И все, будем сидеть, фильмы смотреть. Отдыхать будем. Я вчера специально убралась в доме, чтобы сегодня ничего не делать. Вот, успела еще вчера вечером убраться. Мне неравенна. Так что, сегодня можно расслабиться. У нас уже обед. Время почти. Без пятнадцати двенадцать мы сейчас, Слава, собираемся выходить. Поедем в магазин, в ресторан. Пообедаем. И потом, сначала пообедаем, потом в ресторан пойдем. Закупимся. Все там как раз возле ресторана, в магазин, чтобы не разъезжать. Потому что погода до сих пор. Должно быть сегодня вообще без снега. Просто пасмурно. И температура минус четыре сейчас. Но это... Снег все еще идет. Слава только что почистил двор. Машина была во льду полностью. Снег наверху. А под снегом был лед. Вот он ее сейчас включил, чтобы она оттаяла. Вот вообще невозможно очистить. Вот сейчас поедем. Сейчас она включила. Она оттает, и мы пойдем. Целая куча рекламы пришло. Вот газета. И там внутри много-много рекламы посередине. Вот видите. Приедем. Будем смотреть, что на следующей неделе. Какие там акции. Будем записывать, чтобы потом по акции покупать. На это наш магазин я быстро просмотрела. Так быстро, но потом точнее посмотрю. Все. Пошли мы выходить. Будем выходить и поедем. Что ты поедешь? Вот слава чиста. Вот так вот сейчас она оттаяла, машина. Снег все идет и идет, и идет, и идет. Снег кружится, летает, летает. Замерзла? И поземкою туля. Заметает зима, заметает. А что она торвыжит, дребезжит? А? Да, это смешно. Ну а почему она дребезжит? Снеграция большая. Это нормально? Надо сделать. Главное двигатель не будет. А что это такое? Слава, Слав. Смотри, что это такое? Да, это беда. Как это машин. Окей, там не нахеруй. Если работать, просто кляпы прибежите. Вам в мире тут дальше работать. Да. Ну все, поехали мы. Надеюсь, дороги большие будут свободные. Не скользко. Вот вам немножко зимнего ландшафта. 17 марта. Самый разгар зимпук у нас. Это все растаяло. Ну нет. Оно выглядит. Там лед. Хорошо у нас 4 ведущих. Я вот каждый раз, по-моему, это говорю, когда еду, когда много снега. Ну вот тут дорогу уже хорошо присыпали. Минус 4, это соль. Да, соль, потому что минус 4, да, сейчас бы лед стоял. Не знаю, ничего не говорят, у нас очень много аварий. Такое, вроде перестает снег идти из-на. Да? Вроде уж заканчивается. Вообще не должен сегодня идти, а идет. Завтра должно солнце быть. Но до минус 9 градусов будет мороз. Да, я на передумках. Ну, хоть снега, да. Снег не будет идти. Хоть дороги можешь высушить мороз. Чтоб сухо было. Вообще хватит уже и морозов, и всего. Снега надо этого. Весна, стекла. Да. Можно было так на выходные раз, рвануть туда, да? Что, 3 часа лететь? Да, дороги вот большие, эти, большие, главные дороги, они вообще свободные. Людей здесь скользкие. Нет, тут разбивались весна. Вчера была авария, ой-ой-ой-ой, я представляю, что в газетах будет... Холодный, ветер резко, потом минус температура. Да, и снег вот так вот заметало на дорогу и вот заносило людей. Это называется Брит-Айс, моментальное заморожение дороги, и сразу начинается кран-дорога. Да, заносит. Ну, ты хорошо, аккуратно ехал, да? Я уже ехал, когда уже все замешало было. Лед прям был? Да, там все было, есть. Это кто не успел, после резкого похолодания, и на скорость ехал, особенно на участке дороги, места были скользкие, местами еще нет. И когда начинает заносить, разбиваются. Хуже всего, когда на встречу там идем. Это вообще ужасно. И вот даже если ты, ну, как сказать, аккуратно едешь, да, или медленно, а вот так на встречу будет какой-нибудь нестись, и тебе это ничего не даст, что ты успокоит, ну, тихо ехал, если в тебя вот так вот спереди врубятся. Да, Слав? Ну да, чаще всего в сопутствующих погибают те, кто вообще не виноват, да. Бывают семейные люди частенько. Семья, там, с детьми, да. Ну да, еще заезды пошли. Вчера я, короче, не выдержала. В 10, даже в пол 11 вечера написала Льюиса, который там, как Ляйка, ну, который, да, ответственный, там, вот, которые это все организовывали, которые с ними поехали. И я написала ему, и ей сначала, ей написала, она не отвечает, я ему написала, потому что мне, я сейчас себе места не находила, боялась, думала, доехали, не доехали, может, лежат там где-то, занесло, и это, ну, и, короче, и потом через полчаса они ответили, все хорошо, да, мы хорошо доехали, отлично, слава Богу. Надеюсь, тебе, ну, завтра вот тут должно быть сухо, солнце светить, и я надеюсь, что так и будет, что дороги будут чистые, не будет гололеда, чтобы они хорошо до дома доехали. Вот погода изменилась, и у меня опять каждый день болит голова. Вчера ужасно, прям, я проснулась от головной боли, вчера. Прям, прям, ходить не могла, больно, больно было, а потом взяла этот норофен, прошло, а сегодня вот так вот оно новое, что-то потихоньку, так. Надеюсь, сейчас по клубу пообедай, и будет лучше. Настроение улучшится, у меня настроение отличное. Ну, как, с больной головой? Да, все равно. Да, обычно, когда после праздника с больной головой, как отличное настроение? У меня отличное настроение, не без алкоголя. Скоро отпуск. На следующей неделе мне во вторник и в четверг работать, я попросила понедельник, чтобы мне дал выходной, потому что мне мама пригласила на завтрак. Ну, она и ее три сестры, и меня, они всегда тоже приглашают, мы завтракаем. В десять девяти, там где-то до двенадцати, и я попросила у него, чтобы он мне дал выходной. Обычно я же всегда в понедельник работаю. Да, у меня, поэтому я теперь во вторник и в четверг буду работать. И потом еще одну недельку там, там уже это, пасла начинается с пятницы. Вот там я тоже попросила, чтобы в субботу мне дал выходной обязательно, потому что, то есть день рождения, тридцать первого марта. Ладно, все. Сразу заехали в строительный магазин, надо купить для камина вот такие вот баррикеты. Растапливать вот эти черные, он хочет купить. И вот эти светлые. Здесь все такое для строительных материалов, для дриля вот, колесики, для чего хочешь. Здесь всякие шурупы, гвоздей. Вот разные. Вот тоже дерево разжигается. Сейчас уже славы поели, закупились. И сейчас все заехали быстро купить. Ого! Тачку взял. А? Да, сейчас. 25 килограмм. Сейчас похолодало, в одном магазине заехали, они, говорит, уже все раскопили. Остороже, надо с той стороны, поехали с той стороны, Слав. Ты одну только возьмешь? А? Это специальные такие вот, где костер разжигать. Вот про это я говорила, такую специально для костра. Чтобы дома можно было вот в такую чашу разжигать костер. Я не знала, как называется. Вот я имела же вот это. И стоит вот эта самая маленькая, стоит 60 евро. О, катастрофа, да? Да. Все или что? Еще? Они дешевые, да? 10 килограмм у евро 99. Это спрессованные такие опилки. В Лагоскому же дороже стали. Ну, видишь, хорошо, что мы сюда заехали. А то бы купили там, если было бы дороже. Значит, неделя, черный зон. Вон, замочки такие продаются. Сытые. Закупились. И все. Теперь поедем сейчас домой. Слава будет разжигать камин. Скупаемся и будем спать. Ой, спать говорю. А это грильница такая. 30 евро стоит. Ну, такая не пойдет. Не пойдет? Слава, все кто еще для теплицы? Для помидор. Для помидор. Ну, говорит, такая не пойдет. Всякие есть. Всякие есть. Продолжение следует...